Переизбранную на второй президентский срок Дилма Руссев призывает бразильцев к диалогу и единству и обещает провести политическую реформу. Руссев одержала победу на выборах в жесточайшей борьбе со своим конкурентом, правоцентристом Айсио Невишем. Действующего президента поддержали более 51% проголосовавших избирателей. Нынешнее голосование, переизбрание президента, это голосование надежды, сказала Руссев. Это даст возможность тем, кто управляет страной, улучшить свою работу. Я понимаю, что люди хотят сказать, когда они переизбирают своего лидера. Своей главной целью президент назвала обеспечение роста национальной экономики. Победу Руссев на нынешних выборах обеспечила прежде всего поддержка тех бразильцев, кто на себе ощутил позитивные перемены, проводимых правительством социальных программ. Те, кто голосовал за Дилму Руссев, считают, что ее правительство справляется с экономическим кризисом и не особо зависит от того, что там говорят в международных банковских институтах. Возможно, темпы роста экономики невелики, но у бразильцев есть работа. И улучшилось качество жизни. За оппонента Руссев и Сиу Невиша проголосовали более 48% избирателей. Разрыв между претендентами на президентский пост, отмечают наблюдатели, был самым незначительным за многие десятилетия. Невиш поблагодарил своих сторонников за поддержку и признал поражение. Я позвонил и поздравил вновь избранную президентом Дилму Руссев. Корреспондент Евроньюз Рита Феррейра передает из Бразилии. Эта ночь превратилась в настоящий праздник. Дилма переизбрана президентом республики, оправящая вот уже 12 лет. Партия трудящихся продлит нахождение у власти еще на 4 года. Бразилия! Продолжение следует...